Давным-давно Александр Васильевич показал следующую задачу. Какое наименьшее количество коней можно поставить на обычную шахматную доску, 8х8 я сейчас рисую, так, чтобы никакие два коня не били друг друга, но все свободные клетки они били. Сейчас я бы хотел вас попросить просто попробовать быстро, за минуту придумать, как это возможно сделать, просто чтобы чуть почувствовать, в чем это значит. Частая задача как можно больше коней, но в какой значении ответ очевиден. 32 просто ставить на все белые клетки, и тогда все получается. Но это как можно больше, а сейчас вопрос может меньше, это сложнее и интереснее. 24 у меня. Ну, 24 это, конечно, совсем сильно ответ не оптимальный. Но идея для начала хорошая. 24 коня. Ну, понятно, что они друг друга не бьют. И, как тоже можно сказать, они бьют все опять. Однако, посмотрите, что тут между линейами коней 2 свободных клетки. Однако, если мы их сделаем 3 или даже 4, то все равно все клетки между линейами коней будут биться. правильно? Например, если я сейчас, вместо того, чтобы рисовать вот здесь, раз, два, три, четыре клетки. Да, можно 16. Я рисую вот здесь. Ну, очевидно, что все, которые отсюда или выше бьют отсюда, отсюда или не бьют отсюда, но отсюда тоже. Легко сделать 16. Значит, поскольку 16 это вроде как не мало, то еще немножко уменьшить будет совсем легко. Но, к сожалению, и Александр Алексеевич попробовал, и я попробовал, и много народ попробовали, и ни у кого не получилось делать меньше 16. Первое, что я тогда сделал, чтобы этому помочь, это я просто поставил программу, которая позволяла мне так же руками рассказывать коней, как не захочется, и она просто, думаю, позволяла мне не считать все клеточки, она сама говорила, соблюдаются условия для коней. Таким образом, я, конечно, смогу посмотреть не несколько конфигураций, а несколько сотен конфигураций, но все равно ничего не получилось. Я нашел очень много конфигураций, 16, тут можно не только линии делать, можно сделать квадраты, можно еще как-то перемещать, но ничего, где было бы меньше 16, не обнаружено. Тогда я решил сделать следующее, вот нечая вещь, это попробовать сделать полный перебор на компьютер. Но для того, чтобы объяснить, почему это сложно, давайте немножко сначала сделаю экскурс, как вообще работает компьютер. Сколько операций в секунду выполняет компьютер? Миллиард в секунду, а сишка, кажется. Миллиард в секунду, это достаточно хорошо. Вообще-то на компьютере написано. Что? Что там бывает? Два гигагерта. Гига – это как раз миллиард, герц – это раз в секунду. Это есть аппарат и цифры. Тифер, а те, а те, и эти цифры не работают. Работают немножко со знаменитыми, но и равно не работают со знаменитыми. Со знаменитыми в основном работают с байтом. Байты – это 8 двоичных чисел, их 256 вариантов. У нас компьютер не работает даже в базе. Компьютеры, опять же, если вы почитаете, что написано в процессоре, они сейчас бывают уже практически только шестидесяти лет. То есть они не могут отопределенно развить операцию с такой момент. Однако, к сожалению, очень сложно использовать все эти 64 биты, поскольку компьютер со всеми ним производит одну и ту же операцию. И поэтому, например, если я вот этими шестью и четырьмя битами захлодирую, в общем-то, можно степление тактики, то потом я не понимаю, что я с ними могу делать. Например, есть конь, но это там, где нет. Потом я могу взять операцию с ней. Получу коней во всех клетках, где их на силе этого. Это не надо. Я могу взять операцию с ней или это какой-нибудь другой доской. Получу коней там, где они будут на первой или на вторую. Но это тоже не надо. Поэтому, к сожалению, в реальности обычно, когда есть 64 биты, используется все равно один бит. И если бы эта задача была действительно важна для народного хозяйства, то вы бы, конечно, придумали, а может быть, сделали ли специальные. Да. Этим, этим в основном, этим в основном отличается юридическая профессиональная программа. Вы, если кто не программировал, то вы могли заметить, что например, компьютерные карты, компьютерные карты, компьютерные карты делать невозможно. Комендарные карты. У ТВ получиться более или менее всё нормально. А можно ещё ещё и меньше. Я её разберусь для отстать. Очень сложно сделать так, чтобы одна встреча решалась дольше, чем на одно. Потому что одно и другое считают быстрее, другое медленнее, они никак не синхронизируются, и это сложно. Опять же, это то, что обычно отделяет серьезность программой несерьезности. Поэтому придется забыть о всех каких уловках и просто напросто посчитать, сколько у нас потребует комбинаций. Самое глупое, что можно сделать, это начать и каждую клетку ставить. Есть с какой-нибудь меткой? Когда у нас получается 2 в 64 степени комбинаций, какое это число? Космическое число. Давайте сейчас посмотрим на сколько космическое, просто чтобы дальше вам это пригодить. Программисты не любят точность. Поэтому для программистов в сутках 100 тысяч секунд. Это 10 в 5. Почему? Потому что вам не важно, когда у вас 2 в 64 или 2 в 74 отличаются в тысячу раз, то вот такие вот мелочи, как там, то, что там в реальности 8 в 64, если не ошибаюсь, округлезет до 100 тысяч абсолютно нормально. Дальше. В году у нас 2 тысячи дней. Здесь в 3 дней. И у нас есть 10 в 9 степени операций в секунду. Все это мы умножаем и получаем 10 в 17 операций, которые можно выполнить за один год. На одном компьютере. На одном компьютере. И вот это, по сути, предел того, что для подобной задачи можно было бы делать. Если больше этого получается, то точно видно, что надо оптимизировать алгоритм. Итак, как здесь можно было бы оптимизировать алгоритм? Нет, так у нас у тебя получилось больше или меньше? У нас получилось намного. Давайте посмотрим. Потому что, опять же, такая же грубая оценка. 2 в 10 примерно равно 10 в 3. Значит, у нас тут даже если смотреть 2 в 60, 10 в 18. 10 в 18. Ну и все равно, а не жалкою 10 лет. Это еще при том, что в том... Я сейчас только что объяснял, что компьютер не может. Всегда работать на полу не может. Тут бывает еще одна проблема. Я до сих пор молча предполагал, что так или иначе я сумею здесь вот сделать миллиард веществления в секунду. То есть, просчитать миллиард досок в секунду. Как я уже сказал, поскольку мне придется каждую клеточку делать отдельным числом, то у меня здесь получится сильно не одна операция. А у меня здесь получится, наверное, 100 операций. Поэтому чуть-чуть реалистичнее можно сделать это число. Хорошо, хорошо, понятно. У каждой недели не будем ждать 10 лет. Перебирать все доски не надо. Не надо. Можно сделать следующее. В основном, когда мы будем случайно ставить коннеку, их окажется в более или менее 32. То есть, в большую часть комбинации мы будем перепирать те доски, которые нам совершенно не интересны. Можно попытаться расставить 15. То есть, нас интересует число сочетаний из 64 по 15. Что такое сочетание из 64 по 15? 64 это более или менее 50. Ребята, это вы еще биологов не слушаете? Есть такая замечательная фридман Маршак, которая Ваверия читала биологию. Что такое зеленое? Что такое растение, ребята? Растение, ну, это более или менее все, что зеленое. Ой. А посмотрите, пожалуйста, Елена Александровна, а вот там вот коричневое дерево. Да, ребята, конечно. Коричневое – это оттенок зеленого. Понятно, да? Это по сравнению с биологами, это все. Итак, значит, мы берем 100 пополам в степени… То, что оно тут уменьшается по ходу дела, 64 на 63 на 62, это мы уже точно игнорируем. Поэтому это будет в вас в ходе в 15 степени. И делим мы это на 15 бактериалов, это более-менее 10 в 15 степени. Сойдет. Значит, если мы R делим на 115, делим на 10 в 15 степени, то если мы получаем часть 15, деленное на 2 в 15 степени. 2 в 15 степени – это 10… 2 в 15 степени – это 5 в 15 степени. 2 в 15 – это 30 тысяч, значит, это получается примерно 10 в степени, ну, 11 в половину. Не точно равно, а примерно. 10 в 11, ну, 50 в половину. Ну, здесь 11. Ну, да, может, хорошо. Не равно, а примерно равно. Да, да, это уже хорошо. И дальше, я не сам не знаю, зачем это усложнять. Но я попытался решить эту задачу аналитически. Хотя, уже вроде бы можно было писать программу. Для этого я рассмотрел следующее. Знаете, на их три клетки. Раз-клепли. Два-клепли. И три клетки. В этой клетке либо стоит кольт, либо, если его тут не стоит, этот клеток должен пить кольт. Тогда он должен стоять в одной этих двух клеток. Да, конечно. Соответственно, здесь стоит хотя бы один кольт. Может, и больше. Но один точно есть. Делаем это зона 1. Аналогично мы можем сделать зону 2, зону 3, зону 4. Четыре коня у нас следующие есть. Но это не очень интересно, потому что как-то маловато. Попробуем сделать еще зону. Вот эта клетка. Если здесь нет коня, то она пьется либо отсюда, отсюда, или отсюда. То же самое можно сделать на остальных углах. И вот сюда эту клетку уже нельзя рассматривать, потому что она пьется отсюда, здесь получается пересечение, и может быть, что эта клетка пьет и эту, и эту. Поэтому это нельзя делать. Где-то зону. Шесть, 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 шесть. Асимметрично пьет. Асимметрично везде. Ну просто сейчас такая мешанинная цифра получится, что ничего будет непонятно. В каждой четверть доски получается три зоны. То есть минимум три коня. Это значит, что у всей доски минут 12. Это для работы без компьютера уже хорошо, а для работы с компьютером это подсказывает еще один способ посчитать это на компьютере. Сначала я ставлю по одному коню в каждую зону. Но сколько зоны маленькие, то здесь очень мало вариантов. Здесь три варианта, здесь вот четыре варианта, здесь пять вариантов. Перенаживаться, конечно, будет. Ну будет, но это все равно гораздо меньше в 64. Да. А потом, остальные советы всего лишь три коня, которых я ставлю куда угодно. Там получается более или менее в 64 в третий, может чуть меньше. Но поскольку это всего лишь в третьей степени, то опять же большого числа не получится. Я могу посчитать, но тут получается лютер очень близкий к этому. Настолько близкий, что вот такие вот приближения не позволяют рассказать, какой же из метров все-таки поправьте лучше. Поля бывают белые, бывают черные. И это уменьшает объем работы очень-очень сильно. Тут, к сожалению, достаточно сложный факт. Мне надо пробивать все черные, кроме тех, на которых там стоят кони. А те, которые должны пробивать и так далее. Я там был. Ничего не получается хорошего. Облечение не получается. Облечение не получается. Еще, конечно, получается большое облегчение, что если какого-то я пытаюсь поставить коня и его бьют, то я сразу заканчиваю. И дальше уже ничего не стану. Вот, если, например, я поставил одного коня, неважно, какими из этих метров, я поставил одного коня сюда. Потом программа мне говорит, что мне надо ставить второго коня сюда. И потом еще ставить пять коней огромным количеством комбинаций. Я могу на эти комбинации не смотреть, потому что я уже знаю, что их два коня было бьют. Если я поставлю сюда еще пять коней, то все равно, как я их не поставил, условий, но не будет. Вы хотели, чтобы не просто вся доска была пробита, но и чтобы они друг дружку тоже не давали. Это вообще один из вариантов задачи, потому что в принципе можно было бы, чтобы разрешить их друг друга. Можно, но вы задавали. Это другая задача, это значит проще. Намного проще. В той задаче будет действовать аргумент про эти черные и белые достаточно неплохо и проще решить. Это интересно. И там другой ответ. Ответ, я не знаю, там точно получается 14. И дальше там можно было бы проделать маленький поиск компьютера. Маленький я его не стал проделать. Итак, я это сделал. Решение это минимальное число коней. Потому что после этого метода я уже объяснил метод, которому можно разрешить полный перебор. И дальше это просто уже задача о том, чтобы написать эту программу, чтобы наработать. Конфигурация, которую я сейчас рисую, одна из трех возможных конфигураций с 14 коней. Как вы можете понимать, происходит какое-то пространство, компьютер перебирал, наверное, минут 15. Но перебрать это руками было бы совершенно невозможно. И никакой логики тут тоже не видно. Ну давайте смотреть. Коней друг другу не бьют. Это видно неправильно, где здесь есть. Коней друг другу не бьют. Это хорошо. Дальше. Дальше. Поскольку центральная симметрия, надо проверить, что пустые клетки бьются конями только в верхней половине. Все, победа. Все. Вот такие дела. Тут я, конечно, должен еще на последок добавить, что, как я уже сказал, это все или полностью любительский игрок. Когда этим, кто-то пытается занять профессионально, можно сделать еще огромное количество оптимизаций. И вот, например, есть такая область игрожей. Она не имеет никакого отношения шахты с досками, никакого отношения к коням. Но там также есть клетки, которые бывают в двух состояний. Ну, либо пустая, либо не пустая. И которые надо перебирать. Иногда бывает. И вот там существуют программы, которые оптимизированы до такой степени. Всего же я объясню, и еще много чего другого. Что они могут перебрать пространство в 100 клеток шириной и 20 в высотой. Игра, жизнь конвейера. Вы помните? Конвейер. Замечательно. Спасибо. Отлично. 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 Отлично.